Восемь вечера по красноярскому времени. Здравствуйте, друзья! Здоровенькие были! Как там? Good morning, да? Сейчас все переходит на английский. А я знаю только одно слово. Good morning. Все, что со школы. Поехали с вами. Сейчас мы с вами будем серьезный разговор вести. А серьезные разговоры, они скучные. Так вот, это будет мой доклад. Так? Почему? Потому что он будет такой, что польза будет всем. Каждому из тех, кто меня слышит. И новичками, и тех, кто уже зубром. Вы знаете, что в окружении, ну как бы в нашем кружке, внутри, есть такие зубры. Попробуем чуть докажи. Так вот, внимание. Значит, в начале прям было. Когда-то, полгода назад, я с удивлением узнал, что обыкновенно девушку королеву красоты. Дуэт необыкновенного. Я на тот момент и стал обыкновенную. На тот момент назначили. Вначале секретарем ректора. Это нормально. Красота спасет мир. А потом ректор был переведен в Москву и стал министром высшего образования. Нет, не так. Министром науки высшего образования. А она уже как этот самый, вагон за паровозом, она стала заместителем министра. Ну, скептика, наверное, без меня хватало. Но вот сейчас мы посмотрим на нее с другой стороны. Посмотрите. Это очень важно, потому что весь мой сегодняшний рассказ будет пропитан этой красотой. Но сибирской красотой. Что получилось? Смотрите. Эта девушка, я же об этом не знал. Я не был скептиком, когда представлял вам. Все-таки, а как же мы не должны знать, что у нас в правительстве творится? Мы же граждане России. Итак, молодая девушка, 84-й год. Значит, два высших образования. Ну, пусть не садовое. Вот, юридическое и филологическое. Это не все. Слушайте дальше. Потом, оказывается, занимала серьезные должности. Вот. Что интересно, вот эти слова маркетинг, профориентация, стратегическая коммуникация. Это все имеет к нам отношение. Почему? Потому что мы живем своим, закапсулировали. Значит, наука сама по себе, мы сами по себе. Вот. Естественно, что Дружинина Елена Сергеевна. Я уверен, что хотя я ей посвятил тогда целый час нашего рассказа. Я посвящал в наши тайны, в наши проблемы садоводческие. Фактически они не миссия наши. Вспомните, 40 обработок, искалеченные сады. Вот. Ну, естественно, реакции не было. Это нормально. Потому что новичок, она только вступила в должность. Вот. И вдруг какой-то момент я взял и опять нажал. Зам. И что получил? Во-первых, я узнал, что она замужем воспитывает двоих детей. Сыновей. Вот это меня... А я же знаю, как они воспитывают. Сейчас эти два сына попали в мажоры. То есть, им теперь не надо ни о чем заботиться. Армия им не грозит. Это самое. Подтягиваться на турнике не надо. Значит, вся забота как это. Это страшно, как бы я назвал это, страшные испытания в жизни проходят. Не дай бог это. То есть, с одной стороны, повезло. А с другой стороны, вырастают дети. Знаете, как у него может случиться? Что они вырастут, да? А потом у них начнутся проблемы с семьями. Вот. Потому что если вот так, как берем среднестатистического мальчика, я их называю памперсниками, все, это уже еще одно-два поколения, и все. Вот. Это еще повезет, если это самое нормально вырастет, и на детях, на их уже, ну, как это ни скажется. Но пока она даже не знает, о чем пойдет речь. Это вы знаете. Вот. И еще меня удивило то, что Елена Сергеевна, весы, а я верю в такие гороскопы, совместимы со львами, а мы, это самое, среди нас его хватает ели. Так. Деловой гороскоп. Прямо-линейно, бескомпромиссно. Вот кто нам нужен. Дар убеждать. Вот только бы она про нас узнала. Вот смотрите. Быстро делать карьерные прыжки. Вот взяла вот на два родителей. На 19 октября, пожалуйста, заместим. Видели, как просто. Вот. Я ей написал. Не родись красивый. Вот. А родись 19 октября. Ладно, это была такая тонкая элегантная шутка. Смотрите, что такое Сибирь. Сейчас вы поймете, чем я клоню. Вот. У меня такие фотографии десятки. Вот. Я боюсь, что ее сыновья никогда в таком саду не были. Если она не станет с нами дружить. То есть мы не те самые, которые протянуты рукой. Мы самодостаточны. Так. Я вам потом покажу папочку. Даже вы, кто меня давно знает, ахнется. Какие результаты пошли по стране. Ой. Какие результаты. Вот. Но иметь, быть замминистром, это еще не значит, что у тебя дети растут в саду, который не отравлен ряда химикатами. Вот. А мы с вами проводим фильм учебный. Только сейчас выпала сама мне. Я там смотрел свой этот, ну, предыдущий вебинар. Мне надо было кое-что уточнить, что я забыл. И тут же выпала вторая серия садоводства в Польше. И вдруг я узнал столько интереса, отдельно потом расскажу. Но самое главное, что я узнал. До 12 обработок только от, это не считать других, только от Порши. Так. Ну, и показывают эти же самые искалеченные деревья. Ну, а как без Порши так? Вот. А вот это вот сибирские сады. И так я к чему. Это потом про польский опыт будем изучать. Все будем, ребята, изучать. Почему? Потому что я надеюсь, что молодые мои помощницы, мои друзья, мои ученицы сделают, будет карьерный рост. Ирина Сергеевна, о фамилии все забываю. А надо подчеркнуть лишний раз. Дружинина. Что когда-то мы не с протянутой рукой. Когда-то мы будем сотрудничать. Это уже зам министра высшего образования и науки высшего образования. Вот это я пожелаю, чтобы такие же дети, ее и внуки, расти вот в таких садах. Я просто выбрал, ну, самую нарядную фотографию. У них столько, что это... Я уже не знаю, когда я вам все покажу. Кадр решает все. Они есть в России. И вот я говорю для нее, еще для одного человека, который чуть ниже будет. Я вас интригую. Итак, когда там показал этот, эта фотография учебника, он был сделан срочно. Как только появился переход с десятилетки на одиннадцатилетку, так, и вот эти люди, на мой взгляд, очень, ну, как бы мягко сказать, потому что вдруг они живые. Вот, они сделали страшный, страшный подарок и детям, и преподавателям. Смотрите, я еще раз показываю, извините, потому что Елена Сергеевна, замминистра, она же этого не видела. А вдруг в своем окружении идет человек, там, теперь у нее свой будет. Она была системой, теперь у нее будет человек, который скажет, а вы знаете, вот, можно это самое, можно это, привить эти качества. Помните ее качество, бескомпромиссность, смелость, ну, выше. И вот получается, что, друзья, и я буду часто к вам обращаться, Елена Сергеевна, так, посмотрите внимательно. Вот это вот запомнить практически невозможно, можно было бы даже конкурс устроить. Кто сможет это все потом прочитать, через сутки все это отбарабанить, ну, один из тысячи. Вот, и я выбрал две, и там таких, таких страниц, вот видите, 144, там она вся такая, да. Ну, это, знаете, и что получается, вы, Елена Сергеевна, это все проходили, вот. Вот, и я представляю, кем вы себя чувствовали, и какие формулировки из ваших этих, как детских, из вашего, как бы сказать, да. Какие идиоматические выражения у вас были в голове, в вашей чистой, красивой головке. И потому что вот это вот запомнить невозможно. И вот, значит, видите, вот эту девушку, моя племянница, толковая девушка, подрабатывает, это подработка. Это мы распространяем сорта, которых нет ни в одном учебном, ой, не учебном, учебном, как сказать, ни в одном научно-сельском институте, не говоря уже о прочих. Вот, их нет и быть не может. Вот, понимаете, мы про это много говорили, а Елена Сергеевна про это не знает. А почему я эту девушку показываю? Вот, потому что она работа продавщицей. Она с этого курса биологии, вот этого, не помнит ни одного слова. Невозможно. Потерянные годы, нервы. У нее, ее тетя родная, тетя, да, она учительница. Они вдвоем, когда готовили ее к экзамену, потому что будет все это невозможно, они обе плакали, мне рассказывали. А я это запомнил. И вот, после такого, ну, грустного выступления, дальше пойдет уже, как бы сказать, оптимизм. Вот это, друзья, фактически новый человек в правительстве. И уже не замминистра, который отвечает только за какую-то часть работы, а этот целый маршал, как бы, переводим на военный язык, это маршал. Это, внимание, министр Министерства просвещения. Красавец Сергеевич. Тоже молодой. Ну, вы знаете, со святой моего возраста, он для меня достаточно молод. Сорок. Считать, я помню, со школы сорок. Шесть лет. Ага, сорок шесть лет. Вот. Что он закончил? Московский государственный открытый педагогический университет. А я потом, это, уважаемый Сергей Сергеевич, вашего молодого коллегу представлю. Тоже педагогический университет. Только вот, понимаете, вы родились 17 марта, а я не посмотрел, кто по гороскопу. Вот. И почему это? В таком возрасте у нас только старые, такие заслуженные, становятся министрами. Вот. И что получается? ГИМО, это, ну, это понятно, это высшая лига. Теперь. Итак, вы, кратцок Сергеевич Сергеевич. Дальше я буду вас называть Сергеем Сергеевичем. И тоже вас будут часто вспоминать. Почему? Министерство просвещения, оно нам тоже понадобится. Смотрите. Вот. Ладно, я немножко пропущу кое-что. Но покажу вам теперь обоим. Два министра. Вот. Ольба молодые, симпатичные люди. У обоих есть возможность совершить много славного. Можно вот так же ничего не делать. Смотрите. Сейчас я вам покажу его еще раз. Видите, на дальнем плане. ЕГЭ. Выбор будущего. Вот. Если я сейчас, Мальничка, Сергей Сергеевич, вы без меня все знаете, хоть и моложе, но это все было уже, где-то вы были школьником, где-то вы были студентом. Вот. Где-то на ваших глазах шла Великая Ломка. Она, я выражен об этом немножко отклонился, но сказать. Великая Ломка заключалась в том, что абсолютно голодные учителя падали в молбородных руках. Им не платили, я это знаю сам, им не платили по полгода и больше зарплату. Вот. У них вот эта крайняя степень нищеты делала их, конечно, не совсем, может быть, не всех части. Многие падали в обморок, но не поддавались искушению. Но были те, которые смогли перестроиться. Это готовили к экзаменам, натаскивали людей. Ну, то, что знаете все, репетиторство. Но особое репетиторство, оно заключалось в том, чтобы попав в эти самые, в руки заботливого репетитора, можно было гарантированно, там уже, не важно, какая будет оценка, но тебя, ты платишь репетитору и гарантируешь поступление в институт, в университет. Так. Это было. Самые предприимчивые открывали церы подготовительной классы, то есть набирали группу, при институтах, им гарантировалось поступление. Они, конечно, тоже делились в свою очередь с вышестоящими руководителями, потому что иначе, кто же гарантировать будет, что студент учился, учился, или делал вид, что учился, платил, а поступить не смог. Таким образом, произошло расслоение нашего детского населения школьного на способных платить и неспособных платить. Отсюда началось классовое общее, классовое разделение. Один из... Слово классовое уже забыли. Вот. Кстати, Сергей Сергеевич, школы, а уж тем более институты, это, я говорю, Елена Сергеевна, надо возвращать Маркса. Не того Маркса, который звал на баррикады, а того Маркса, который написал «Капитал». Вот. Многое вы упустили с прошлого. Вот. У нас снова класс общества. Я вас поздравляю. Вы, молодежь, вы можете про это уже и не знать. А я знаю, что такое класс общества. Вот. Я знаю, что такое, это самое, коммунистическая идеология. Я все это знаю, помню. Вот. Хотя не было этим самым штатным, как называлось, партийцем. И вот, что получается. Значит, ЕГЭ, мы недавно, я еще раз не познакомлю, а продолжим знакомство от Сергея Александровича, видишь, мы с ней проводили экзамен публичный, также на экране были вопросы по ЕГЭ, а мы, она, подчеркиваю, красная дипломница, аспирант, она до этого, этот самый, как это называется, президентский стипендиант, вот, и я, старый волк, начитанный вот так по самому макушку, попробуйте рядом со мной академика посадить, я, по крайней мере, хуже выглядеть не буду, это точно. Вот. И получается, мы такого уровня, практик и теоретик, ну, не теоретик, а, скажем, грамотный специалист от науки, мы хорошо, если, вспоминательно, хорошо, если мы сдали на четверку. Так. Ну, три вопроса, и все правильно. А попробуй выбери. Из трех правильных один. Значит, вероятность угадать у нас была 30%. Мы с вами посовещались, никто наши экзамены не проверял, которые мы сдавали, там, нужна ли влага. Ну, понятно. Когда появился ЕГЭ, надо было набить вопросами, а умными набить трудно. Биологии вообще нельзя. Я потом ниже буду отставить эту мысль, что биология особая наука. Там не бывает такого. Да, нет, как в анекдоте. Там, правда, был третий вариант. Да, нет, а третий вариант был пошел нафиг. Там, ну, ладно, в ЕГЭ нет. Слово нафиг. Да, нет. Невозможно. Я бы не смог. Или смог бы, знаете, как, где гарантирована безошибочность. Представим себе математику. Извините, я разговаривался. Дальше пойдем более серый заключак. Ну, математику. Первый вопрос. Сколько будет 2х2? 4. Второй. Сколько будет 2х2? 5. И третий. Сколько будет 2х2? 6. Угадайте. Вот только в таком случае можно угадать безошибочно. Понимаете? Вот. А ЕГЭ выбор будущего. Я бы не стал выбирать именно эту фотографию. У вас много симпатичных фотографий. Вы ведь такой умный, молодой. Молодость, она нам нужна сейчас. Она на заднем плане ЕГЭ. А дальше дистанционное образование, которое убьет до конца науку. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. Так, поехали дальше. Итак, мы познакомились, Сергей Сергеевич, с вами. Дай-то Бог. Я знаю, что вы же не можете найти этот вебинар. Вам кто-то должен сказать. А посмотрите на себя со стороны. Посмотрите на люди, которых есть не государственный ум. Ну, гражданский хотя бы. Вот. Ну, ладно. Пойдем дальше. Итак, смотрите. Вот это Сибирь. Скажите, что тут можно вырастить? Фотографию я делал с таким хитрым расчетом. Нет, не так. Расчета не было. И не ожидал, что потом, когда я посмотрел, и оказалось, что здесь сотни домов. Здесь сотня, не сотня, но сотня моих абрикосов. Роскошнейших. Это самая Сибирь, какая-то, знаете, кодовая. Ух, кстати, еще южнее Тува, там еще холоднее. Обратите внимание, не севернее холоднее, а еще чем туда. Вот тут Енисей течет справа налево, да. А вот он, кстати, вот он вот. А это противоположный берег. Ну, здесь фотография свежая, 12 января, видите? Эта фотография давно сделал. Больно хороша. Сотни домов, которые не видно вооруженным глазом. Ну, впечатляет, да, ребят? Вот. И Сергей Сергеевич, Елена Сергеевна, вы поверите, что здесь тут лучшие обсады. В России, включая Украину, Белоруссию, Крым. В Крыме я специально упомянул. Значит, зачем они покупают саженцы в Италии и в Голландии? Крым. Вот. Ну, естественно, Юг России и так далее. Вот это. А все лучше вот здесь. Фотографии они не внушают. Мне, а мы настолько привыкли, друзья, что эта фотография, она не внушает ни ужаса, ни страха. Понимаете? Вот. Ну, кто-то говорит, что это вода теплая. Ну, насчет теплой дальше поговорим. Так. Я обращаюсь сейчас. Смотрите. Если, допустим, такие девушки, вы ниже увидите востребованных, насколько они грамотны, насколько они по-хорошему смелы, с какой дикий объем работы выполнен до сих пор. Тоже два высших образования. Вот. Елена Сергеевна тоже. Зовут ее Савинич. Значит. Значит, это самое. И, нет, не так. Фамилия у нее Савинич, Елена Александровна, имя, отчество. И вот, значит, она. Я не расскажу, сколько у нее всяких этих набралось, да. Но главное-то не это. По практиковавшему им саду, сказать, она после этого что-нибудь худшее сможет вырасти? Знаю, все мои секреты. Они всему свету. Но уже ее-то голубки красиво. Все это не вылетит никогда теперь. Почему? Вот. Елена, Елена, Елена. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Потом оказалось, что в саду ничего делать не надо. А. И чем меньше работаешь, тем больше. А какой человек не запомнит, что чем меньше работаешь в саду. Вот. А она-то это на практике видела. Ну, вот еще фотографию, посмотрите. Вот. Вы думаете, у нее хуже будут груши? А. Вот. Значит, дошло до того, что мне так кажется, зачем-то она приехала и говорит, меня прислало мое руководство, она теперь аспирант, Елена Александровна, мое руководство меня прислало с целью, чтобы я обмерила ваш сад. Потому что, ну, видимо, на словах я выглядел не очень, как сказать, не очень убедительным в ее рассказах. Видите? Смотрим дальше. Вот. Это будет бенефис троих моих красавиц. Смотрите. Елена Александровна, она как бы чуть ли не поселилась тут. Вот. И поэтому, ну, она явный лидер. Тут ничего не поделать, девчата, обгоняйте. Так вот. А вы, смотрите, кто-то, допустим, мужским взглядом министр просвещения скажет, да мы ее с руками оторвем. Она у нас программу будет новой составлять, потому что по старым программам ничего вырастить невозможно. Я вам это докажу. Так вот. Обратите внимание, молодой министр, на эту девушку. Вот. Тут не обойтись без какого-то личного обаяния. А вот эта девушка обаятельна столько. Вот. Я специально не стал показывать ее самые красивые фотографии. Почему? Вот. Догадайте сами. Вот. А для Елены Сергеевны это находка, потому что они по уровню образования. Ну, это как две копии. Это лучше бы подруги, заместителя, ей бы не найти никогда. Но я это вам не говорил. Вот. Смотрим дальше. Насколько она вредная. Поняли? Вот. Ей бесполезно что-то доказывать. Она говорит, я сама проверю. Она ищет следы болезни. Вот помните про 12 обработок, которые в Польше. А только от этого. Там было сказано о гербицидах и о 12 обработках этих самых. От парши. От парши, да. Вот. Но, на мое счастье, она не нашла ни одного больного листочка. Ни единого. Но вредная, но настырная. Вот. А здесь, знаете, что будет через секунду? Мы вот так разгребем эту траву и увидим червячные ходы. А все остальные это мы и плюс вы ребята а у нас это вот мы неделю назад проводили вебинар там сколько просмотров? Около 600. Это и все. Вот. А когда включаешь первый канал а у него дочерняя компания называется телеканал Бобер. Там другие совсем люди кандидаты и еще надо кандидатский стаж заработать. А там уже кандидаты они все листу сгребают и говорят кисород подавать будем. Вы еще не смеетесь? Вы-то ветераны уже знаете я два раза про это рассказывал и фотографии показывал. Вилами ставят вилы наступают на них выдергают прошел сантиметров двадцать вилы в отстуле кисород подают. Как я возмущался теперь смотрите смех и слезы стоят в глазах. Сергей Сергеевич это уровень современной науки нет не так не науки тех кто притворяется учеными и для того чтобы заработать серебряники полцовый фильм центральное телевидение гонорары даже придумать что-то в общем вы поняли да я надеюсь что небольшое количество ученых или хотя бы среди нас есть тех кто закончил высшее учебное заведение как биологи как экологи и как агрономы так вот я надеюсь что они тоже со мной смеются потому что я сомневаюсь что в университетах учили вилами землю протыкать кислород подавать но я специально говорю я должен был с ней вместе встать на колени разгрести траву и сфотографировать полно фотографий червячных ходов о которых забыли перекапывая почву не сажайте веков видите я вроде бы говорю серьезными людьми в надежде что не сейчас может 10 лет где-нибудь знаете как вот как бодр надо умереть и вот он умер я о нем рассказываю по нигерике по нигерике по нигерике а вдруг к нему этот самый скинутся Сергей Сергеевич и значит Елена Сергеевна зам и министр скинутся пришлют не ко мне нет надо бы не ко мне но в первую очередь бодр наследие спасти понимаете но вот поэтому извините я в таком тоне разговариваю поэтому я говорю друзья уже чуть-то не забыл про вас с высоким начальством пусть виртуально пусть они меня не слышат пойдем дальше вот посмотрите эта девушка не поверила не мне но она и не поверила и кандидату наук уважаемому человеку значит по фамилии Франц Халио который утверждает что здесь теплые эмиссии поэтому здесь особый климат вот действительно особый спора нет вот у нее есть свои качества но главное это не енисей горы и мы еще с вами будем изучать а почему именно вот так и все растет кто-то знает а кто-то узнает я интригую так вот эта девушка потащила меня на енисей 0 градусов Елена Александровна Елена Александровна я после этого это когда было это было 6 января а вот 15 января я проезжал думаю да все потом потом все-таки сфотографировал вот это Майнское водохранилище выше большая ГЭС я стою на маленькой ГЭС дочерней Майнское ГЭС вот и снимаю посмотрите где тут чуть ли не кипяток посмотрите видите а это ну правильно 0 градусов перехожу на ту сторону плотины ГЭС вот это низ так вот это и есть а еще дальше мороз и дальше она уже остывать не может но все равно она не заковывается льдом потому что это горная река это горная река она не замерзает знаете когда Франц Калево вот этот пример привел что не замерзла а значит она теплая я вот понять не могу я наличианин да вот мы идем 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 на лыжах река минус 40 январь месяц точно так же не замерзшая вы скажете я придумал а нет знаете как она называется ну-ка правильно Талая описание названия река Талая там при минус 40 на севере на 70 параллели не замерзшая река и вот такой пример приводить отбивать охоту говорить железо такой сякой ой извините вырвалась наболела вот до сих пор весь в этом мы все родом из детства смотрите друзья вот на эти фотографии вот это почему речь идет ну начнем с дошкольного образования это образование я не знаю отвечает ли допустим министерство просвещения за дошкольное образование сейчас не знаю я знаю другое показать смотрите вот чтобы меня болтуном не считали видите я знаю вот это дошкольное образование не просто так вот такие бумажки всем подряд не дают я горжусь вот этим как орденом который у меня кстати тоже есть видите я надеюсь мы здесь прочли за отзывчивость взаимопомощь активное участие так я почему говорю я вольный невольный я не то что там изучал программы дошкольное образование в советской России поставлено ой по Фрейду может и правда вернемся в советскую Россию в нашей Россию поставлено гениально дети развиваются по-настоящему но придя в первый класс с этого момента начинается а не гений деградация я доказывал это и буду доказывать только что мне кажется постоянного слушателя моих вебинаров я надоел я боюсь что кто-то сейчас ну не пошли от меня но просто отключить телевизор то есть этот ящик этот вот так вот что вы видите вы видите середина дня 15 января площадка которая как называется ледяная горка которая еще 3-4 года назад была забита так что становились длинные осени скатиться а 15 января подчеркиваю в середине дня вот я привез своего ребенка только одного и больше никого я еще фотографирую слева тут это самый стадион слева как это называется на который качается пусто никого и вот эта картина когда полностью уже завершилась деградация детей нет не так когда полностью включилась процесс деградации детей и говорю я для Елены Сергеевны у которой двое мальчиков вот почему пойдем дальше значит когда-то у нас получилось как это то что я сразу вспомнил Митюрин никогда диссертации не писал его назначили академиком Елизаров чудо аппарат помните Елизарова гениальный назначен академиком Королев ракету создавал ему некогда было диссертации и он назначили Сикорский в Америке оказался его в шею знаете кто самолеты Зваликин в шею кто знает сейчас в школе я в сельской деревенской школе еще а я туда уехал в 11 лет в 11 да до 11 лет я уже знал фамилии Ползунова Попова и Можайского а у меня особая память ничего не помню я помню Ползунов что это этот самый первый паровоз Попов первого радио Можайский первый самолет чихали на Ползунова Попова и Можайского и сейчас приоритет а я когда узнал об этом я плакал понимаете мне так так обидно было что наши ребята изобретатели а теперь я сам попал в эту кампанию скоро здесь будет написано когда-то еще четвертая но это не все это просто как в Америке развивалось Сикорский в Америку а теперь вертолеты Сикорского самолета кто не знает а телевизор а телевизор мы че смотрим а радио че слушаем вот так вот я почему все это говорю нам нужно дело не во мне нам нужно вернуть детей на спортивные площадки потому что у них не развиваются половые органы которые делают детей умными а не вялыми равнодушными я уже рассказывал про эти не генетику а просто про физиологию но что ж тут непонятно мне стыдно повторяться опять про эти гениталии которые приют 24 часа в сутки у детей хотя бы часть времени чтобы они болтались мне неудобно рассказывать про эти до чего можно 100 миллионов сперматозоидов чтобы один победитель дал ребенка а их тоже 100 миллионов а откуда они возьмутся то сопревших этих яичках уже криком кричу итак следующая тема друзья сколько это я все потому что вот я как про деду мальчиков что у нее двое детей она молодая она какую-то часть работы будет выполнять фанатично по 24 часа в сутки но ничего от этого не изменится если она не узнает о том что я сейчас говорю за такими словами должна идти пропаганда это же ее часть работы вот это Елена Сергеевна на стадион это школа должна начинаться с того что а это должен кто-то заявить с трибуны самой высокой караул спасаем детей пока не поздно не смотрите на запах на Европу там процент геев растет это растет это тоже памперсники они раньше памперсники одели и вот когда это станет официальная религия заметьте я сказал слова религия она должна быть религия здорового образа жизни ну не знаю как половина отключили эти ящики которые от меня слышали не знаю немножко настоящая религия дело в чем ну что такое слово фарисейство вы наверно знаете свойство вследствие этого поведения личности при котором наблюдается двойной стандарт моржальной оценки окружающей действительности поступков других людей вот это есть фарисейство то есть значит иерарх вот такой крест на животе вот такая борода на пупа вот а все какие звания есть там самый маленький это митрополит там иерарх там эти патриархи и он целуется с президентом целуется да который в этот день дал команду бомбить мирный город 21 веке понимаете это афарисейство официально как называется патриархи ну вы знаете о ком я говорю вот если я назову города София значит Степанокерт или этот самый или Донецк сотни убитых детей я уж не говорю про все и вот эти дети сидят перед вами смотрите вот а есть другая религия которая поклоняюсь вот я верую я перед нами кажется Сызрань Сызраньский священник отец Алексий я с ним дружу вы понимаете дело даже не в нем но посмотрите на это доброе лицо это настоящая религия а на заднем плане сидят дети смотрите сколько их десятки а потом они пойдут в школу а это самое Сергей Сергеевич Елена Сергеевна они пойдут в школу и им объяснят что мы все вылезли видим вот такое знаете маленькое амеба такое знаете существо ну похожее первое на этих ну амеба может плохо помнят что это такое ну как бы это самое ну понятно что-то маленькое склизкое такое выползло и очень быстро стало людьми а есть еще душа у человека да и есть вещи которые недоступны не то понимание науки а она уже есть такое слово закапсулировалась она не может вырваться из этого свода знаний они устарели так понимаете а священника не пускают в школу а я бы как пустил в школу я потом ниже подробнее объясню но пока общая канва не для того чтобы он рассказывал притчи эти самые притчи из этих самых из Библии из священных книг половина смеяться будет так уж те священные книги создавались для совсем других людей настолько безграмотных настолько как сказать еще не то что безграмотных не одичало как сказать настолько что там помните самое страшное какое было гореть тебе в день вот тут гореть тебе вот это сейчас другое время и в это никто не поверит нужна история религии я сейчас вам объясню Сергей Сергеевич почему это надо смотрите вот эти дети первый раз попали в церковь к сожалению последний ну обычный обряд крещения посмотрите на их лица это мои внуки это не то что где-то я там искал искал первые попали в фотографию посмотрите какие они и с этого момента а им в садик ладно все гениально спора нет идет прекрасное воспитание идет развитие детей я все время удивляюсь почему дальше это все прерывается смотрите я взял как называется сейчас скажу а биология для среднего медицинского персонала вот вместо того чтобы их учить шины накладывать останавливать кровь я не могу помните я рассказывал вот так делал что они с ума а сейчас я смеюсь над ними я надеюсь что вы тоже сейчас улыбаетесь но вы еще не знаете над чем просто смотрите увеличиваю размер страниц смотрите дарвин доказал происхождение человека от животных вот кстати это я дарвин и даже не автор этой книги который зачем-то это учебник это учебник до пищеров и это как-то другого медицинского персонала да ладно отвлекся я говорю почему потому что без смеха это читать нельзя еще раз говорю я перестал злиться вы заметили как я изменился дарвин показал происхождение всех от животных ну ладно но не смог скрыть все главные причины его эволюции он не сумел найти ответ на вопрос почему произошел резкий и относительно быстрый переход от обезьянок к человек ну ниже я расшифрую ладно вот пойдем дальше короче дарвин запоминайте это частый случай эволюция это частый случай развития того что заложено в диноме человека кошки собаки микробы амебы понимаете вот отсюда и получается вот я вам сейчас скажу такую вещь вы сразу это только такие как я могут так рассуждать смотрите однажды случится катаклизм ну что такое катаклизм нет ой господи куда плевать надо через левое пфу пфу ну а если упадет большой камень с неба так тучи закроют небо начнется то что называется это самое ледовитый период потому что солнца не будет все замерзнет люди будут выживать как смогу кто-то выживет в шахте кто-то приспособится там погребе поживет какое-то время пока запасы не сякнут и вдруг уже меньше уже миллиарды миллионы уже тысячи и однажды значит а люди будут прямой слышим мерзнуть 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 там кончится когда-то спички никто не умеет по-новому оказывается огонь добыть только в теории а в практике сами понимаете зажигалки кончились и начали мерзнуть мерзнуть и все-таки сами понимаете люди такие и родился ребенок и сразу же шерстью покрыт а вот так вот поняли не постепенно когда будут тысячи лет и тысячи лет холода люди будут все больше мерзнуть у них все меньше одежды первобытные опять встроили это сразу сразу вот это запомните мое такое предсказание потому что за ним стоит не пустые слова это не пустые слова и вот что происходило время от времени почему я это говорю потому что надо чтобы в школе это знали в школе тембрийский взрыв так и ничего нету потом вдруг как здесь пишется случилось нечто удивительное так в начале все расцвело еще этих позвоночных не было но уже что-то там жило типа потом вымирание я причин много вспомните камни с неба вот дальше я сейчас чему клоню потом вдруг вымирание динозавров и вы знаете когда это было а это легко считается по этим по отложениям это совсем недавно а вы знаете что в это время появились уже были в первом они выжили почему они жили под землей у них было уже они выживали землекопитающие а теперь вы мне скажите как 65 миллионов лет назад эти землеровки выжив потепляла земля и они превратились в людей ну не сразу конечно там сперва приматов вот потом они уже гу-гу-гу и потом раз за 40 тысяч лет от этих гу-гу-гу а что такое 40 тысяч лет признаете а нет 2000 поколений 2000 говорят что евреи многие поколения ведут там с этих несколько лет назад уже когда письма появилась и до сих пор они ведут запись своих предков вот как так могло случиться и вот так как мы этого понять не можем я еще раз говорю я к этим обращаюсь нам нужно спасать не просто детей нам нужно спасать души детей чтобы вот это вот как рассмирился человек а знаете почему он рассмирился правду написать ведь арменизм это для религии наша пусть лживая пусть это частный случай но это религия вот это право взрывать церкви бога нет а тут он взял и а почему так получилось они заметили у него вообще руководители вплоть до генеральных это были вот вспомните борьба с этим самым ай не будем переходить на это на личности поняли уже да и вот что дальше получается вот это я как должна школа проходить смотрите рыбешка самая обыкновенная как ее Дарвин научил делать нерестилище смотрите не просто взяли отметали икру вот эта рыбка много недель пахала как черт она делала любовные ложи для своей подруги смотрите вот вот это в школе проходить надо а не вот эти дебильные помните только из там 202 этих показал страницы не к ночи вы вспомнят и вот она сделала вот это произведение искусства видите вот эта рыбка смотрите вы верите что это это по Дарвину да кто первый внушил это как она могла ее предки они появились там опять эти самые в те периоды которые язык не поразил ну недавно скажем и вот смотрите внимание вы верите что это любовь посмотрите просто а вы знаете как детям это надо преподносить а я говорю тем кто создаст следующую биологию и там не будет это самое нужна вода или не нужна вода для проращивания семян вспомните Елена Александровна мы с вами смеялись над этими вопросами вспомнили вот она любовь вот ради этого вот это и пахало а вы говорите это вот это не все а вот а вот это зверега да вот может быть по Дарвину раз два три четыре пять шесть семь ну наверное тут восьмой где-то глаз должен быть вот тут да восемь глаз это страшно аж восемь это чтобы ее не съели и колючками покрыто ну я же вижу раз они гнутся значит они мягкие это страшно чтобы ее не дай бог кто не сожрал вот вот когда дети будут это изучать а вы знаете а вы знаете что Дада будет детям дальше рассказывать посмотрите внимательно вот это пусть это случайно вы скажете ну а мне кажется вот хотелось бы я в душе поэт помните стихи он читал чужие но красивые вот вы видите что это делается а представляете учебники из таких должен состоять фотографии ребята и министры господа министры почему посмотрите внимательно вот как вот здесь вот вот здесь вот вот здесь вот видите это любовь вот а потом дети глядя на это должны сказать вы знаете да вырубается огромное количество леса многого зря мы могли бы жить скромнее у нас все из леса из леса да вы знаете это это как бы должно быть так сказать ну само собой учебник но должен быть не для детей они не должны его даже открывать вот сейчас уже время другое сейчас экран а представляете учительница сама подготовилась и на экране вот как мы с вами показывают вот такую фотографию представляете какая любовь а теперь попробуйте это береза и ну по корям на сосну похоже но могу ошибиться а рядом что растут сосны да это сосна вот береза и сосна представляете у них какая-то взаимная любовь может быть на уровне биополя ведь мы же еще ничего про биополе не знаем мы только внешнее проявление биополя но это впереди будет совсем другая наука дети должны только маленькие основы сдать но я уже вам все это рассказал я не могу рассказывать это министрам потому что я никогда их не закончил правильно ну давайте пока так каждый ребенок должен отучить ничего слышать что вот это примерно 50 лет а березки допустим 30 если их срубить на их месте вырастет дерево потому что будет небольшой клочок чистого неба над ними и обязательно вырастет вот видите там на дальнем плане подросток ему пока это но пройдет 50-70 лет 50-70 лет эти два дерева или одно они не будут давать кислорода понимаете не будут вот они не будут служить насосом вот это дети знать должны еще раз я хочу чтобы вы друзья и включая министров которые никогда этого не увидят я с горечью говорю я хотел чтобы это было красиво чтобы понятно было вот я еще к Богу вернусь потом ниже вот вот это вот а где она делась-то вот этот вот этот ужас который ага вот он вот вместо этого еще раз это каждый сейчас должен содрогнуться потому что может быть кто-то позвал ребенка к экрану может быть вы потом это перескажете уже своим детям пусть нас пока 500-600 вот ну ладно смотрите дальше я к чему клоню неужели я черенду говорю мне иногда кажется что кто-то меня сейчас содернет и вот получается что они же еще служат и это дети тоже должны знать каждый листик это насос нет не так это ну это же я не могу замминистра и министр они сто процентов должны знать что лист это значит это самое солнечная батарея но почти все забыли или не знали или это не проходит что лист это испарительная поверхность а эти корни и само дерево служат насосом для перекачки лишнее ну лишнее это так сказать побывательское слово просто для перекачки влаги в атмосферу потому что круговорот в природе я таблицу вам показывал а там была помните поверхность моря поверхность озера стрелки небо облако и опять падает этот самый живет дождь забыли включить в это самое деревья а у нас тысячи тысячи лесорубов миллионы кубометров а потом раз и город плывет города нет десятки трупов вспоминаем она это одна крайность а еще другая крайность меняется климат на всей природе сегодня выпал снег да какой снег полностью парализовало как пишут ой как по телевизору показывали дороги перезавало это куча аварий значит перекрыты дороги Крым и Кувань это там где я собирался с вами говорить привет сочинцы с вами о садоводстве зима обрушилась да какая зима пройти нельзя ходить невозможно не то что ездить на машинах вот оно а начинается с того что дети не знают а потом они вырастут и уже в лесорубы хотя бы не пойдут спилил дерево все одно но их пилить миллионами видите о чем он должен быть в школе вот это Сергей Сергеевич это не шутки Елена Сергеевна это не шутки это касается вас обоих вот а вот это темирязевка извините друзья раза четыре показал но остановиться они же никуда не девают это вы что думаете после их вебинара они стыда посыпали голову пеплом и быстренько убрали это они бога не боятся они знают что бога нет потому что если бог ест это дерево совершенное бог я подчеркиваю я верующий друзья бог не мог создать дерево неполноценным которое плохо растет плохо развивается плохо плодоносит мало живет только потому что у него ветки лишние а они темирязевка знают и потом когда темирязевку начали закрывать когда все вплоть до уборщиц до этих самых до сторожей а это же рабочие места вышли с плакатами уборщица руки прочь от науки стоят уборщица вот начиная там от этого ну сменили ректора ну сменили ну и что убрали вот это вот похабин я уже другого слова не могу понять вот это вот просто такое слово вырвалось а потом мы говорим это дерево болеет 40 обработок работа киодохимикатами видите а если в школе с этого начать друзья мои а чем еще дети должны заниматься вот это я еще раз извиняюсь за повторный показ позирует втроем одно садит это их сразу выбрасывать надо ну хотя бы спасти можно сильнейшая обрезка вот тут но но не вот этот горшочек я чуть не сказал ночной нет он с дырками так вот а хотя бы ну самое малое это раз так 10-20 ну то есть вот вот тут еще можно как тем более никому никому не в голову что вот тут наоборот тут нельзя даже подходить секатором с пилой а здесь наоборот надо и системе шмс делать пересадка это святое вот видите а вот это друзья мои я хочу чтобы дети эта передача надо посвятить детям но кто им донесет у нас возможности ограничены я могу тут злиться могу злышмевать вот это вот муравейник сложнейшее сложнейшее инженерное образование я вам рассказывал как муравьи охлаждают летом покрывая муравейник полностью белыми камнями а ранней весной по крышу делают временную из черных камней уже не надо ну дети должны знать что белый цвет отражает это там прохлада а черный цвет наоборот согреет муравейник это же гениально вы понимаете миллионы тысяч нет ну среднем муравейник 100 тысяч муравейник и они в одном порыве тащат эти камни откуда они это знают какой черт если дети это будут знать они ни одного муравейника не тронут а представляете на экране так называют феник фея на самом деле они клоуны они вначале одна из них несколько лет назад вообще уксусом уничтожила муравейник мозгов нет вообще даже не знают для чего муравейники они одно знают твое разносят вот у них бито это как примерно сказать что это самое как сказать что у корова рога она может западать давай ее зарежем просто зарежем потому что у нее рога она западать вот так примерно тут так вот муравьи сельская украинская школа я на всю жизнь запомнил я учительницу первую потому что она была для меня ангел ангел я запомнил что еще тогда цифры не помню что муравей главные защитники сада леса всего живого на земле уже недавно несколько лет назад случайно попало что средний муравейник там то ли за сезон за сезон не сажает несколько сотен тысяч насекомых а все а все они вредители сада нет их надо уничтожить почему и вот дети должны не просто видеть а видеть вот такой разрез они должны видеть что родильное отделение они должны увидеть фабрику по производству этих самых грибов микоризы как они кормят они кормят дерево и вот у них такая сложная жизнь что любой муравейник на миллиарды лет на миллион опередил развитие человеческого общества у нас целуется с ирарес по этим как он называется с этим президентом и перед поцелуем и после поцелуя его самолеты бомбят уничтожая детей а вот это вот настоящая жизнь она такая вот с этого начинается все доброта это же можно так рассказать что ни один ребенок а эти месяц назад я извините повторяю или два стоит огромное дерево где-то под Москвой огромное 50-100 лет вот такая вот да не привлечу под ним муравейник дикорос чего ты к нему полез посыпать ядами еще спорят какой яд лучше и сыпят на него 50-100 лет защищало дерево и дерево прожило благодаря муравьям столько лет я вот смотрю да мне надо смеяться а я не могу смеяться мне надо вот так делать дурачки там это но эти дурачки научили миллионы людей вы представляете как приходит весна в этих садах все кто видел эти долбанные передачи так ну а дальше что ну давайте немножко все поселее было вот вам анекдот внимание посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула жизнь просто зря так вот если считать мои фильмы порнофильмами мои статьи да и вот эти уникальные вещи сибирские вот то тогда получается ученый мир в краешком типа такие самые эти ну которые не могли проволчать большинство мы для них не существуем типа Халилова там еще пара фамилий они на том свете что их называть только зря пинать поздно вот посмотрели на это все и сказали этого не может быть ничего посмотрите саженец горшочки видите вот он посмотрите что это питомник железовый он зимует на морозе ученых нет они вот 30 лет создавали сливку вот примерно смотрите вот вот самую мелкую из этих выбрать вот они вот такую сливку создавали вот видите маленькие сливки вот это примерно такая картина и вот отсюда родился этот анекдот почему и от обиды тоже конечно потому что скоро уходить мне понимаете мне скоро уходить я вот бодро тут похоронил и тогда чтобы это не было так грустно я сейчас про молодежь и дальше ничего грустного не будет почему они это как я знаете уже снижается старый орел такой который уже и сам клевал воевал с этим с невежеством все но уже крыльями еле машет уже это а тут на подъеме молодые вот один из них я вообще сегодня про своих самых отчаянных расскажу вот ну Сергей я столько раз представлял что уже выбрал первую же из сотни фотографий так вот и тут получилось так смотрите нашел вот эту фотографию вот он Боднер он недавно умер вот Филиппев еще живой я уж так извините слово еще ну недавно он же нас хоронил мы все молодеем молодеем да вот уникальнейшие люди равных которых нет в России вообще первое поколение ну я где-то сбоку пристроился знаете у меня другая фотография я там вот так сижу вот так знаете рядом с этими великанами вот ну кто-то отошел кто-то вышел вот они банки с абрикосами которые они могут быть вот это наша продукция но поздно у нас был я запомнил 1 сентября потому что был ранний снег взял первый он потом этот снег сошел но память осталась дата 1 сентября это наша продукция и вот значит Боднер еще пару слов дело в том что ему никто должен не воздал и не воздаст понимаете вот вот я ему привез книгу подарил свою вот его книга они никогда не будут напечатаны вот дело в чем смотрите внимательно я отвлекаюсь но по делу отвлекаюсь так по делу по делу по делу смотрите вот это вот съезд садоводов да видите двадцатый год нас уже больше не зовут ни его ни меня вот это другой мир совсем другой мир вот так вот просто где книги наши а ведь по этим книгам вырастить сад нельзя почему они же проходить сейчас будем ну не успеем с другой посмотрим я все в уме держу что я рассказываю им так сказать этим великим вот я сейчас только одно когда я сюда сунулся я думал ну что первый раз вижу сто первый вижу вот это наши поклонники пошло Голландия потом Польша потом к нам пришло вот и это те самые по принципу изувечим а потом будем опрыскивать сорок раз цифру сорок из Нечеринска привезла Елена Александровна так вот смотрите тут есть одно редкие случаи когда светлое пятнышко помните как я проклинаю обрезку на кольцо а она во всех наших которые назначены были гениями заметьте я не обознался не названы гениями а назначены гениями у них везде обрезка на кольцо она смертельная и вдруг я не поеду глазам пусть коротенькие не как у Железова вот такие вот так вот такие должны быть пинки оставлять это как компромисс между резать не резать но если резать вот так оставлять и вдруг увидел а эти они-то молодые а вдруг кто-то из них уже меня подсмотрел подслушал потому что не было поминь раньше такого это считалось страшно смотрите видите вон он пенечек торчит это считалось страшным грехом оставлять такие что вы как же это оставлять уничтожить вот так и вдруг и это просто маленькое светлое пятно как у нас на Украине говорят сеномерло видите это просто фотографии с этого ну как а вот третий и последний вот смотрите уже молодежь уже что-то объясняет мне про другое удивило они что до сих пор это же знаете как называется мастер-класс я когда был на том съезде в котором меня микрофон отключили так так там тоже было второй день значит поездка была я не поехал у меня микрофон отключили обиделся ушел но в программе было второй день посещение какого-то вот такого совхоза или колхоза или там первенского хозяйства вот мастер-класс я бы там бы их всех бы это ну знаете что меня фанатика только пусти а вот тут такой же парень вот он что-то доказывает то есть все намерло и почему я увидел когда вот молодой парень да вот тогда только я и сказал себе еще увидел молодого министра еще молодую замминистра будет сегодня вот такой именно лимонар но еще будет много по делу у нас все передел ой сколько времени итак перед вами абрикосы которых не может быть но в Сочи я искал я говорю ой сочинским друзьям я им сказал ищите абрикосы надо доказать что они могут расти ну найдите там же тысячи садов сказали поищем но я полез куда я полез ой не хочу открывать даже там есть севера вспоминайте севера кавказский НИИ на Устье институт север института виноград сколько времени я потратил чтобы найти там абрикосы а что получается сочинцы правой руки опустили а там тебе и медведя там тебе все и угощают яблоками да на яблоко же с ветки сошелся если бы не калечили деревья яблоки уже давно были в каждом саду да еще без без яда химика а угощались ясно направленными чем медведев то сегодня президент был а завтра никто почему не угостить вот так вот а вот это вот сибирские абрикосы вот эти самые верхние это то самое которое я когда-то привез с Украины поделился с Боднером я говорю с тем что вот этот самый крупный абрикос это мои ну в тот год они были мелкие мелкие выражающие вот здесь еще раз Сергей Сергеев Елена Сергеевна я вас достал ну как достал вы все равно никогда не увидите этот фильм этот ролик вот скиньтесь пришлите сюда бригаду пусть спасает все что можно вот и вот это спасает а еще вот чем хороша Елена Сергеевна Елена с одной ну все я уже путать вас начал две красавицы вернее не так обе красавицы так вот я вас познакомил с нашими выдающимися садоводами и любителями так нет это самая скромная фотография некогда было вспомнил последний момент некогда было искать самая скромная а вот второй скромный так вот дальше будет у меня организационное организационное будет у меня предложение что я не просто говорю я предлагаю за этими моими словами стоит опыт золотой запас России это 2019 год Ирина Александровна сколько мы насчитали тогда мы идем с вами а моя помощница собирает десятое ведро и так каждый день до двух досчитали дальше плюнули получилась вот такая вещь 2020 год мелкие еще было прилично а крупных было вообще мало так что стыдно сказать но это нормально заморозки а они скажем годом все больше чувствуется так я к чему говорю я сейчас вынужден был продавать часть и у меня есть честно в каталоге написано 2019 год сбрасывать цены на 20% а я же наполыну крайний сейчас не мог про коммерцию вспомнить скинул 20% вот эта вся белочевка она-то и осталась стоит 20% дешевле чем свеженький 2020 год кто какие берет так вот а когда я сделал вот это второй случай когда так же был 2015 что ли там было а 2015 или 2016 было 300 вроде у меня а сад несколько десятков абрикосов некуда садить мы их срубили часть я вам покажу кто-то за сердце схватится а здесь получается что когда я его назвал запас России а он оказался не востребовательный ну вспоминаем Кемерово многим понравилось как мы с Кугоревой на пару мечтали и я им выслал много-много этих же косточек для чего школа будет первая а не же я вам покажу это первая школа которая всерьез займется по новой технологии у нее будет директор уже а знаете почему директор новый директор скорее всего возьмется а он бывший знание все опыт но он телевизионщик бывший и попав директора школы только он может сделать эту конфетку на всю страну что вот школа что вот десятки каждый ребенок вырастет каждый ребенок вырастет свое дерево представляете как здорово а скажите гражданка скукоря я пожалел для вас этих косточек и не только косточек вот а теперь моя королевская рать но помните я вам говорил сколько фильмов нет сколько в вебинарах я вам показывал площадки спортивная ледяная и горка и еще этот самый как он называется ну огромный фок так называемый так вот с тренажерами пустые но если там и появлялись дети то только девочки и тогда я сказал себе девчата за вами будущее и как получилось что если ко мне поехали учиться то поехали девчата я познакомлюсь с вами тремя высшее образование как там было красавицы и прочее что там было студентки но они уже не студентки внимание вот хвастаюсь вы увидите могу берет да и вот что интересно да высшее образование я познакомлю потом так крутейшее компьютерство создала мне сайт популярный я завязал эти косточки из благодарности у нее снесло крышу внимание это ее фотографии в Сиросаде читаем вот мы будем подробно почему потому что это учебное а я хочу а это Челябинск смотрим жара ушла пошли сильные дожди плоды сенцев поеда увеличились в размере я честно не поливал а а вот это моя школа взрослое дерево само должно добывать себе еду и воду а если честно как и у меня на все время нет да сдохнет сдохнет а она сдыхать не хочет почему потому что жара не то что благо для абрикоса но жара его никогда не убьет понимаете у нее стержневой корень вот наша учеба вот наша наука ну полюбовались а ведь это сенец фаины той самой моей фаины которая завоюет весь мир поверьте мне завоюет Ирина Александровна я вам 20 черенков приготовил вот так вот куда будете вот подумаешь это аспирантка подумаешь все а ни земли ни денег ничего нет скромно это наша действительность так пойдем дальше это так случайно сказал я же говорю только хорошим вот они плодики сеянец 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 вот Катя милая Катя Кузнецова одна из трех моих духовных дочерей самых близких ко мне вот и вот заметьте что я вот так меня вот это удивило ну да она сайт вела хочешь не хочешь а статью прочешь слушайте дальше это она написала чуть ли со стула не упал так тем кто пытается определить культурность сеянцев по листу у меня такое определение не работает кстати у самых знаменитых ученых работает я даже когда-то это цитировал например у дерева с самыми крупными и вкусными плодами или с небольшой гладкой достаточно вытянутой формы а у дерева с крупными округлыми широкими бархатистыми на ощупь листом плоды красиво румяны но мелкие с легкой горчинкой а меня все долго это вот скажите я поймите Катя это вы меня научили не доверять классикам я и сам уже давно мне что-то специально вот такой лист а плоды вот такие я знал но мне нужна каждая гирька каждая это это как счет раз один пример вот у меня 18 примеров в пользу а ваш 19 и что получается а меня все вот Валерий Константинович у меня пошло 20 вот ваших маршрутских а лист у всех разный как выбирать Катя вы меня окончательно запутали а я еще недавно говорю ну на всякий случай это поняли да вот это есть учеба ребята пойдем дальше а вот и наша Катюша вот а еще здесь знаете чего нет а еще нет я забыл у меня было еще одно письмо а в нем были академики из косточек это фаина здорово но у нее еще были академики из косточек а я только потом вспомнил сегодня поговорили по телефону а какие а да те которые с носиком таким вот таким вот точно вот это да а уже поздно было показывать то есть искать вот вы представляете я в какой-то момент понял есть люди у которых любовь к природе передается деревьям а у других то нет уравнодушия человека может этого бы не получилось а биополе вот этой Катюши оно есть понимаете и у этого дерева тоже есть биополе но это уже как-то как есть химия есть алхимия есть наука есть же наука ладно я говорю Катя срочно твои данные вся страна должна вот это знать ну почему-то решила телефон не давать ну видимо думает что сейчас не отобьется от поклонников но боюсь что это много не будет не надейтесь так кусочек из письма многие в этом а нет ну короче размер плодов дальше пойдет так я его успокоил так что каждый год размер плодов все это будут увеличиваться не так несколько лет вот теперь внимание это одна из моего это королевская рати женский нет женский батальон какие у меня девчата вот вы знаете самое главное я не скажу вы еще не все видели не всех они какие-то чистые они какие-то не только грамотные ведь это же компьютерщик крутейший и вдруг стал садоводом вот как Катя они какие-то порядочные они какие-то вот все эти девушки я чуть опережаю события не всех показал они настолько приветливые они какие-то обаятельные я уверен что вот такие сделай он эту самую как вот вспомните там то ли Курганская оренбургская одно из двух брать не буду научное учреждение директор и кто-то там еще типа бухгалтера обкрадывали 10 лет ученых отрывая их зарплату представляете как это было ученые и только два человека вот так а вот это вот другое поколение они никогда этого не сделают понимаете или я это голову я чувствую людей я вижу вот эти вот улыбки я вижу вот это вот у меня слов нет это такие люди ладно а я про них не закончил а знаете для кого я говорю вы думаете для министра который этого не увидит или замминистра который тоже этого не увидит а еще и другие люди вот а им тоже нужны специалисты у нас сейчас таких днем с огнем не сыщешь я этих девушек в данном случае девушек называю штучное изделие пусть не обижается на этот цинизм штучное изделие смотрите профессия и ты специалист в детстве с удовольствием приезжала на дачу вот откуда же пошло на даче было у дедушки бабушки вот они корни вы еще спросите наверняка с Украины я говорю лучше садоводы с Украины точка помогала в саду общая информация конечно из книг у меня своего сада не было этот участок купили я до сих пор и выращиваю яблони груши слева прикольцы конечно же успеваю к сожалению и всегда кстати это на этот случай плюс не дай бог если вы будете успевать за ним ухаживать вот если вы будете ухаживать все вы можете сейчас бросать все погубить я не профессиональный садовод но учусь очень рада что познакомилась с Юлией Латинком и с вами это меня Латинком познакомил благодаря вас у меня в саду сейчас есть такая красота Кузнецова Катерина вот она видите красавица так вот мы с одной закончили начинается сказка еще одна ребята что сибиряки делают кстати когда я начинал разговор показал две фотографии нашей этой звезды которая называется там королева красоты она же замминистра да она же мать двоих детей прочее что я еще этим хотел подчеркнуть она сибирячка она из Тюмени у нас сибиряки это все равно вот много плохих людей но у нас все равно люди лучше чем юристы многие кто переехал туда так и говорят это горькая правда а вот наши сибиряки еще одни я говорю если уже замминистра Елена Сергеевна сибирячка то что уж говорить а ну Катя 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 у нас Уралочка ну что Сибирь Урал это братья навек дальше смотрите сюда вот сейчас я вас познакомлю еще с одной потом еще и вот что получается значит знакомьтесь Юлия Наталья это семья и вот что получается дальше значит меня меня все время хочется провести аналогию со спортом надо бы пониже но могу забыть вот сейчас вы поймете какой красоты фотографии я получил что такое аналогия со спортом у нас все девушки о которых я говорю буду говорить они имеют высшее образование они настолько самостоятельны им не нужно чтобы их приглашали в Москву хотя это надо бы но это надо стране не им молодым порядочным это самое работящим невероятно в руках все расцветает это я немножко наперед говорю но аналогия со спортом они годы упустят когда-то может быть востребованы но годы упустят надо ждать пока придет другая власть пока еще одного сменить еще один а я все жду вот пришла молодежь Сергеевна Сергеевич вот опять дальше ждать пока еще раз сменится и вспомнил что мы любители опередили науку на 200 лет я вам докажу ниже так вот аналогия со спортом вы представляете девчушечки берут золотые медали на олимпиадах 13-14 гимнастки 15 лет 16 конькоберцы 17-18 лет а теперь представим себе что он где-то там она в Сибири эта же гимнастка и выступает в своем клубе и вот уже 20 лет 30 лет ее в 35 лет посылать на олимпиаду смешно вам кажется а сейчас Елена Александровна Савинич вот которая сейчас я считаю номер один на всю Россию да она лучшие годы проведет не не зря вот мы договорились за 3-4 года вырастить уникальный сад но нет земли еще где-то добывать эти пару миллионов и нет этого самого возможности посвятить себя полностью где-то зарплата крыша над головой пока чтобы выраститься от мечты вот мы над этим работаем наши возможности и вот когда-то ей исполнится 40 лет 50 ее позовут туда куда сейчас надо с руками отрывать это потерянные годы для всей страны ребята почему поверьте сейчас вот следующая наша девочка моя любимая Юля пишет нашла фото трехлетней давности это ее это мама Юля на пригорке с абрикосом на этом фото видно планировка нашего тогда сейчас маленького питомника и это фото не включил упустил абрикосы по вашему совету посажены холмы пространство между холмами мы используем для расстановки растений в контейнерах которым нужно притянение так очень удобно и компактно было пока были маленькие потом прошу скупить еще участок сейчас смотрю на эти фото помните на семинаре а вся семья приехала ко мне на семинар в красный хутор я их учил живьем иначе откуда бы вот это все взялось вот это вот красота дальше вы спросили вот это интересно я всем говорил кто ко мне приезжал первый вопрос не был кто хочет свой питомник признаюсь я тогда руку не подняла у меня даже мыслей в голове таких не было Валерий Костеевич представьте что вы наделали что же я наделал зародили городские жители вирусом садоводства первый раз слово вирус вот это вирус вирус вот Антон Валерьевич через сколько лет после того когда вы приехали ко мне на семинар я про Сафронова который директор нашего предприятия этого так ну не официальный директор технический руководитель нашего на какой год после этого вы взяли ну что вот так вот вирус Валерий Костеевич а дальше еще я всегда удивлялся почему я включил еще одно ваше письмо заставить Юлию фотографироваться это еще та задачка нашла всего несколько вот так вот значит Юлия смотрится вишня Юлия с сыном с Олегом с сыном Олегом сможем собирать саженцы дальше мы выращиваем не только плодовое декоратив красные лесные яблони лещины черемухи голубоели бархаты амуры и так далее это лето выдалось это вы без меня прощете так нашла фото красноярского пипинчика редкая овечка исчезающий вид держите его как это прививайте тут недавно к Сергею пристали хочу это вранетки привиты а пока вырастет тот кто хотел исчезнет убедись сегодня родец у Юлия дерево растет во дворе подписываюсь под каждым словом про это дерево ого я это сам не читал сорт уникальный скороплодный вкусный урожай на морозостойке низкая компактная деревца Юлин двухлетний сын самостоятельно раздобывал себе вкуснейшее яблочки с этого пипинчика потому что яблочки низко со сбором справится даже ребенок фото деревца целиком никто не догадался сделать ну и так далее уход бодлера это большая потеря мы можем сохранить память о нем деревьях у меня растет его брянская розовая в пяти экземплярах обещаю поделиться лицетом какой бы он ни был но очень надеюсь что положительный брянская розовая если вы доставали у меня то это не это не его брянская розовая может у него есть как-то меня миновало у меня есть брянская розовая я получал из Европы но у вас какая у вас какой-то обрекон какой-то черёжи растет уже и черёжи растет так вот Наталья доведите дело до конца доби доби как не включу омский садовод как не включу и тут же и обязательно черёжи и ту же фотографию роскошную ну мы не знаем сколько людей где их сад пожалуйста ну вам там рядом это даже я считаю что гражданский дом пойти и сказать прийти и сказать покажите сад всего лишь а по ответу уже будут виды ну можно второго вам задать если садо не окажется откуда дровишки так Валерий Константинович есть ли ещё черенки черёжи кроя брянская розовая я не пытаюсь дозвониться до Алексея Боднера пока не дозвонился отвечу позже или он нарежет вдруг деньги нужны он же тогда 75 черенков он же он же резал мне отец отец уже лежал тяжело больной он нарезал 75 черенков они уже разошлись мои друзья Марина Асоха собирается заказывать черенки если черёжи я бы присоединилась ещё раз говорю обещаю дозвонюсь у меня я помню есть ещё один телефон вот может быть я дозвоню до него а ещё у меня есть его это что надо так Юля ведёт страничку ВКонтакте там ваша вишенка после фотографии а после этих фотографий приехала организация пересчитала все вишни которые у нас были и даже торговаться не стали в итоге вовесные вещи продажи не будет вот так вот так вот она это ну осталось вспомнить откуда у вас вовесные вещи взялась и кто-то уже другой не вы а кто-то из ваших покупателей сказал что ваше вовесные вещи а это наше с вами вовесные вещи не забывайте в скобках ставить железо вот слаще черешни а это многого стоит так вишня вовесные из ваших семян хит а теперь знакомлю вас с фотографиями трам-там-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам а нет какие фотографии суровые будни никаких трам-тарам это просто вовесные вишня в их саду в Омске а вот это я и не щадил Юлию Матвееву вот она пашет у меня не пашет как это учеба она мне сильно не пахала но это самое вот так это выглядит вот здесь она рискует жизнью это был Боднер в гостях как же укажу это за производство практики настоящая производство практики направлением института от университета вот здесь вот такой обрыв и вот это вот она по-настоящему рискала жизнью если бы сверзлась то она бы летела два раза выше ниже чем нам кажется так тогда я сказал Наталья мне нужно все про Юлю Юля закончила Омский ПЕТ университет специально биоэкология диплом интродукция рода абрикос Омской области а и вот ее данные видели видели и вот и электронные почты видели видели вот вот это бенефис нашей Юлии Матвеевой здорово? нет еще полюбуйтесь вот такие у нас сибирячки растут еще раз говорю это штучные изделия это ювелирные изделия вот почему у них душа особая у Кати у Юли у Лены ну вот еще не все посмотрите как себя ведут мои эти клоны у них ну кто-кто может конечно я их обманул до 600 грамм не дотягивает этот господи этот Антоновка не дотягивает до 600 грамм обманул ой господи вот посмотрите красота какая а а когда вы у меня были Юля у меня была в 2014 году а вы год или два раньше везли саженцы ой окипалки я сейчас только для меня дошло я же механически навтыкал прям перед самим вебинаром скорее скорее а ну кто сказал что в Омске это не должно расти вот наша я надеюсь что это самое ну как сказать я муж мужик соответствует этой даме по любви к природе вот ой как здорово вот еще один растет да теперь так я вам еще ниже покажу Елену Савельевич всех сразу не могу всех скопов тем более мы с ней лучше знакомы и вот я обращаюсь к Елене Сергеевне это очень важный момент пусть немножко в этом году меньше больше организационных вопросов в этом вебинаре чем учебы вот но я это это мой долг я знаю что я хочу понимаете нужна супер команда молодых ученых супер команда в их руках будет будущее садоводство это мои ученики аспирант Косовенич это на данный момент агроном железов лучший сад лучший питомник России биолог Матвеева настоящий биолог приехала ко мне знаете как со склянками со спиртом мы его выпили это под образцы вот это биолог настоящий до сих пор помню склянки со спиртом мне нет сразу мы не выпили знаете наша Юлечка в тот момент такая хрупкая девушка я говорю Юля вот тебе котлеты кусок колбаса сварит себя какой-то просор ест и говорит это вот говорит здоровый образ жизни мне так жалко было как куда у нее душа держится но я бы сказал что душа у нее все-таки удержалась 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 видите это все их сад вот ну ладно дальше идет программист системный администратор Катя Кузнецова вот ну пусть она немножко отстает от них в каком плане но у нее сразу рекорды вот это знаете как человек первый раз прыгнул сразу на 2 метра следующий раз прыгнет на 3 метра помните я говорил что не надо ждать чтобы человек почему считается что в 20 лет он там это потом 30 аспирант потом 40 он кандидат 45 доктор а потом у него должны появиться вот эти вот супер шорта да нет конечно вот они это супер команды вы знаете тем более совмещать такие профессии системные неспомнили что это такое ну что это с компьютерами связано мне темного не понять еще раз говорю Елена Сергеевна это я про ту самую нашего кандидата наук ой заместителя министра которая должна именно за это направление отвечать если в России появятся умные руководители науки не в 60 лет вы бы взяли за масштабный проект за возрождение вегетативной гибридизации в масштабах страны Нобелька гарантирована она уже есть вы понимаете это Нобелька она уже вот в этом вот в этом вот в этом вот почему потому что все пошло это вегетативная гибридизация вы сейчас возьмите скрестите вот это вот тут грамм 450 а тут все 500 а еще не больше вот скрестите их два и получите третий ни папу ни маму и он скрещен и никогда не повторит их свойства в данном случае вот это роскошь вот это никогда вот он будет нормальный хороший середничок а если мы еще раз возьмем вот это яблочко и еще раз привьем мало у нас пока поколений надо еще парочка и мы достигнем уровня райского сада туда куда мы все однажды попадем я все время шучу такая у меня шутка да грешен грешен вы грешен ну в рай попаду попробуйте заменить меня лопата тележка а там с перегноем вот только никогда не перегной не кидать это я с этим говорю сосенцам никогда перегной не кидать это самое посадочную яму никогда ни маленькой ни большой так вот видите немножко все-таки учеба так и вот так вот номер как гарантирован знаете как это делается несколько гектар вот меня в качестве этого самого как сказать дядьки как-то черномора вот вот такую бригаду супер бригаду мы вам за 5 лет вот вырастим то чего нет на всей планете вот почему начало будет не с нуля а вот это уже примерно ну ладно были у меня 7 лет назад могу ошибиться но самая первая из саженц я посадил в 85 отчет идет оттуда 35 лет так пойдет 36 год и вот эта веточка мы лучше веточку выберем от Чернобаева от Матвеева поддержите нас мы вам такое вырастим это будет не просто это Нобелевская премия вам Ирина Сергеевна не вашим будущим вот этим вот помощником а вам памятник поставим потому что кто-то должен когда-то понять всю важность вот этого государственного дела сейчас вопрос не стоит никак вот смотрите еще раз кто не знает Елена Александровна Савинич вот собрали мы ее в дорогу помогли с деньгами на поезд приехала она примерно знаете как она приехала так как приезжала только чуть-чуть легче чем было Ломоносову приехать в этот самый и вот эта дама вы думаете хорошо слушали вы думаете когда она рассказала что творится в Сибири тут же поехали экспедиции или просто бы черенок попросили это другой мир совсем ну нам нужен мостик понимаете Леонид Савинич уже не садов вот он Александр Леонид Савинич что такое революция практической биологии объясняю есть агромузы есть научно-исследовательские институты есть ГСУ представьте что каждом районе где-то тут он может быть в 10 километрах одно от другого в 100 километрах неважно но студент поступив в него вот в агро-вуз вроде бы учится одновременно с первого дня числится младшим научным ну ладно это перебор вот числится в грановом нет да хоть разнорабочим хоть просто земляков как угодно но он имеет свою деляну учится тут полдня и полдня там если близко или там неделю тут неделю там неважно так и он что делает тут как написано только искать ему не придется скрещивать сорт А сорт Б и потом еще прошло 7-8 лет плоды опять скрестили еще 7-8 лет уже пенсия уже ладно уже доктор оттолку я вам примеры приводил а здесь-то речь идет о другом друзья мы все уже имеем и таких садов по стране вот таких вот вот таких вот сотни я что же мне говорят а ты железо все готово достал у меня есть свои эти приколы примочки я умею делать так что еще плоды увеличиваются полтора-два раза но это уже другая наука так это тоже надо знать студентам но это уже как говорил профессор помните студент говорил профессору это второй вопрос а первый вопрос звучит так то что на данный момент есть оно из тысячах садах я не говорил что не в десятках в тысячах и это все должно переехать в НИИ в готовом виде это студент там черенок тут это бесконечные экспедиции это его учеба когда он приедет допустим ну понятно там в Омске нарекаясь какое-то учреждение а в основном крупный город когда-то был столицей Сибири вот там миллионник что-то есть так допустим он автоматом становится после как называется после всех этих перетрубаций он становится одним целым вот с этим так вот с Агровузом и в свои 10 соток имеет студент поступив в Агровуз но там учится там земли быть не может у нас принято учить студента который выйдет это вы же не можете что знать Елена Сергеевна который выходит из студента не умеет ничего объясняю я вынужден а сейчас к нам присоединился пусть уже время у нас истекает пусть я только половину расскажу что хотел ну вот а дальше я на вашей реакции буду скажете я говорю по делу будь еще один нет переходим на чисто новосток если кто-то там меня кинет это гость чего-то так вот пока говорю то что считаю нужным мне говорить итак все пять лет получается такая картина противоположная что было итак агроузы не учили учиться тому что это вы видели там для 10 класса вот это дурь а там агроузы еще круче дурь то есть она не дурь но она не она не она не не усвояемая это не то что кролики легко усвояем мясо вспомните это невозможно усвоить а выход и студент ничего не знает так я начинал издалека раз присоединился Сергей Сергеевич а это все-таки министр над всеми школами и техниками так вот Сергей Сергеевич приходит а я ведущий званиваю ведущий инженер по промышленной безопасности приходит ко мне группа студентов я их отправляю по назначению электриков с этого с техниками я их отправляю тогда те как назывались в этот в электроцех звоню начальник и говорю догадались к электрошкафам не подпускать теперь никто не хочет садиться в тюрьму ни я ни начальник и электроцех паяльник вот сиди и паяй раз метла швабра два все прошло время записал пройдено я металлург на риске ездил на практику вот меня отправили это это все было я очень подозреваю что это и сейчас меня студента отправили на медный завод плавильный цех так и я все у нас был сегодня все 6 часов сжатым воздухом на морднике то есть противогазик вот все 6 часов начинал с первого часа и до последнего я все время пыль вот понятно вот это потом считалось что я прошел все Елена Александровна Савинич у нее был выбор какой 2-3 предложения у нас есть эти самые у нас есть ГСУ и ГСУ и еще кое-что у нас есть Центр научный Сининск Шушинская вот еще где-то и представляло так я говорю а почему ко мне к Железу там мне дадут тяпку и скажут тяпку отсюда и до туда все а чему она могла там научиться вот честно вот чему придя в этот самый ГСУ к чему а теперь она не просто специалист грамот не всех я еще там ругал что это не туда завела наука но существует официальная наука так она все это прошла красный диплом стипендиант этот самый президентский и так далее и тому подобное два этих самых два высших образования вот а дальше еще хочу покажу только держитесь так вот получается продолжаю все это вот это вот должно быть как одно целое десять соток в сад вырастил где можно землю найти ну наверное не еще где ну наверное в ГСУ есть земля где так помните как я Александр говорил если это сад Крутовского если бы вам целиком отдали первое ваше дело должно было взять бензопилу и спилить то что мы называем с вами так иронично музеем что сад Крутовского вместо передового как это называется ну ну тут сад Крутовского впереди науки всей ну он превратился в музей так вот выходит человек с дипломом он умеет все а сегодня это умеет только три девочки все и плюс Сергей Жилинов мой сын и еще я не буду это ну у них уже у каждого свои сады и смотрите все это мы сделали сами вот сейчас видите что будет вот ну-ка тут нету забыл заранее приготовить ничего смотрим сюда смотрим сюда если бы я это не показал я был бы обыкновенным болтуном вот здесь только маленькая часть я поздно спохватился поздно спохватился внимание я все быстро пролистаю быстро быстро это все от Калининграда и до мошенничества сайта а как же вот насколько это все наши враги вот это все в садах которые я имею отношение только одно или мои косточки или мои черники или саженцы Железова и здесь есть фамилии здесь на части есть адреса это все чего не может быть никогда потому что если наука это не получилось откуда это могло взяться у нас и любителей представляете это вся Россия безкрайняя вы знаете я долго буду листать я еще не все сюда включил у меня же есть такая папка называется загрузки я оттуда еще не все сюда перетащил подумаешь в персике подумаешь в России здорово да узнаете кто-то из вас свое узнает здесь есть текст здесь есть адреса здесь есть я все время прошу короткий текст чтобы мы знали это страна должен знать свои герои потом каждый из вас должен взять и обойти округу это если не получится вот с этими супер проектами если придется самим это делать вот видите какая дурь вот вот видели а вот это наши люди а вот это наши люди Макарова знаете волшебник так вот я сегодня говорил этому на секунду остановлюсь это очень важно Антон Валерьевич не хочется мне просто так уходить да я не говорю что я поморо ну заболею валами вот таких ребят соберите уже вокруг себя они пока как бы вокруг меня я как бы лидер такой неформальный да вот если Алексей Иванович Макаров читает лекции пусть он читает нам с вами это Европа там может быть что-то по-другому вон видите там персики вон сенец персиков растут а как он их вырастил а это самое трудное на поращивание продукта вот они вон они сенец и персиков вот значит пожалуйста объедините вокруг себя всех кого можно сегодня лекцию прочитает Макаров завтра прочитает Алексейка вот уникальный человек послезавтра Долматов вот Люда Долматова его жена у него она агроном у него свое есть то что мы даже не догадываемся а я еще не всех показал вам ну что как дальше листать еще быстрее ой это долго ребята долго долго тут и переполярный круг вон чернобаев волшебник вот не обошлось конечно из наших моих самых близких друзей вон и не узнаете свое виноградов узнали свои роскошные абрикосы представляете что творится а как часто персики встречаются да очень редко ой боже мой боже мой я сам не верю вот вот это мой памятник все мои памятники вот и боже так все посмотрели возвращаемся самое главное так и не сказал а наше время истекает вот давайте вернемся туда где мы были сюда нет не сюда теперь уже по новому искать будем архив этот архив он стоит если бы вся информация которая здесь стоит миллионы долларов но правда никому не нужен нет почему нам с вами нужно так вот это вот подробнее студент получает 10 суток университетской земли через 5 лет угощает экзаменатору плодами посадочный материал только из садов любви больше времени не терять на это на скрещивание потом диплом и работа в НИИ и ГСУ часть НИИ и ГСУ продолжает самое толковое посмотрите у нашей Юлечки какой питомник самое толковое сбавить частые питомники и вытеслить зарубежные негодные саранцы вот это ребята это наша задача иначе никогда садов не будет еще познакомлю да постарше это Зубр это уровень Сергеева Латинкова вот это Зубр вот Шушенский район это подальше это там похолоднее чем у меня вот я пока показываю одну фотографию я попросил он мне много прислал эти фотографии видите я это чтобы страна знала своих героев я попросил все данные какие можно смотрите все что он посчитает нужен почему лучше виноград лучше саженцы виноградные это к нему а он от Енисея живет килограмм 30 больше никто не свалит на эту самую на теплый Енисей вот это есть Александр Петрович супер садовод я горжусь тем что мы дружим он выступал на моем семинаре пока одна фотография это будет знакомить буду не успеваю почему тема та же пусть старше не знаю сколько ему лет вот просто однажды было так когда я понял что я владею уникальным материалом потерять его легко я мне уже 40 лет делали операцию после которой я чудом выкарабкался 40 лет да я тогда сказал себе Константинович нужна помощь я письмо пишу этому губернатору Краснодарского края вот помогайте в ответ берите кредит отличный совет да с одного все кредит когда вернешь догадались ладно через пару лет уже другому губернатору пишу такое же письмо а я же не просто я же вот этим плодами вот жалко что мне сюда показывать да и времени нет Сергею Сергеевичу министру и замминистра Елене Сергею показать то что у меня было первые годы это не вабазило я еще сам не верю вот хотя это правда мне надо так вот спускает мое письмо и наконец звонок а там есть Шушенский есть зам по сельскому хозяйству а есть еще какой-то другой зам вот тот который по сельскому хозяйству звонит мне вам чего от нас надо вот такой голос знаете со зломой то есть его заставляют спустили письмо типа ну-ка разберитесь с Железовым что там за то ли придурок то ли действительно уникум а ему работать неохота это все системы вот это неохота работает вот Елена Сергеевна это ну тогда и садов не будет так вот представим себе Александра Петровича да он немного занимается организацией туристического бизнеса там но это такая милость для него это опытнейший кадровый работник он сам бывший это чиновник бывший да ему дай только воли дай ему Шушенский район он из него сделает сад дай ему Красноярский край и включая Красноярский начиная от Тувы до Красноярского все это будет сплошной сад дайте ему почему нужна смена смотрите настольная книга русского земледельца я же не просто ее показываю я изучил я все перефотографировал я пока вот это пропускаю что каждый домохозяин владеющий землей на общественном праве может в любое время требовать укрепления в личную собственность представляете вот тогда подняли то еще потом если бы не война мы были бы круче Америки вот тогда так а сейчас во они земля так вот смотрите и вот я не буду сейчас это все это надо отдельно делать нам отдельную передачу смотрите просто на рисунке не узнали не узнали ведь мы же вы прочитали каждый из вас десяток журналов названий а каждый девчон делился на десятки сотни экземпляров узнали 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 вот это все в статьях и журналах и книгах изданных в 21 веке вот это и весь прогресс но я хотя бы это отрицаю вот это отрицаю вот это вот это и вот это это тоже прогресс то есть люди разуйте глаза вы что с ума сошли ну если не та совете это было шло к нам ну по традиции кто-то когда-то по другому не умел но 2200 лет прошло смотрите доктор наук фильм снимает у меня много этих картинок я наснимал фильм идет поэтому я не буду показывать позорить его доктор наук это он садит образцовый садит вы где такого коллег увидели даже на рынке не часто встречается а он доктор наук вот он учился а потом сам статьи писал сам книги вот с этим сам видите слева правильно вот так надо уничтожать деревья правильно вот это я привел один из примеров так ну я как бы вставил свою картинку вот сюда это все еще идет фотографии с книги вот это я вставил современника нашего доктора наук а узнаете не почищены почищены вот так вот вот так коллекта мы и лепили все эти годы вот ну подробнее мы сейчас не будем конечно хотя мне иногда хочется но время вышло а потом полтора миллиона просмотров как уничтожить дерево это все шло оттуда и ничего не изменилось а потом переходит это такие средства массовой информации что теперь берется уничтожается 50-100 веток все докуда рука дотянулась да она же вверх растет как уничтожить ой а что смеист тут плакать надо а потом самое интересное что после этого начинает белить имея сотню ран вон они раны видите раны 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 видите нет раны видите вот суммарная площадь этих ран я как-то прикидывал если штамп вот такой а смарная площадь раны вот такая если в сумме то есть это коллегка последней стадии она так и есть вы же видите искалеченное дерево оно покрыто этим самым хомом видите да так вот это еще не все потом его начнут белить спасая от морозобоя искалечив это нормально почему потому что наша наука дальше не продвинулась Елена Сергеевна вот и Сергей Сергеевич а дальше вот вот это есть а это никогда это вот все Северный сад закончились книги записки еще есть но тоже скоро кончится здесь Елена Сергеевна две нобелевские премии но просто так нельзя сказать никто никто не даст это самое потому что надо чтобы выделили нобелевские премии но и фактов мало надо увеличить их в тысячу раз присоединяйтесь нет не так я когда-то писал в своих статьях в отчаянии я готов быть пятым там четыре Ивана Петрова Сидоров Железов Ивана Петрова Сидоров дальше еще 10 фамилий снова Железов только бы не стояло дело только бы Россия судами покрылась а это легко и просто вот мы сейчас сиренков нарезали это с моего сада самое ценное с плодами от 80 до 100 грамм абрикосы плюс персики которые зимовали на морозе мы посадим маленький сад сколько у нас денег хватит вот откуда у нас деньги а если поможете мы можем увеличить за 1-2 года до нескольких тысяч экземпляров и когда это вырастет это такая сенсация которая невообразима тут вскрыть-то нельзя будет сейчас это все скрывается вот то что вы видите да смотрите вот оно как скрывается и вот стараются не замечать или как тот самый кандидат наук халилов меня да это самое долбил вот видите вот это любой может посмотреть но выводы какие Крыму снимал вот что еще обменяли в фотошопе использовали что такое фотошоп вот а если тысячекратно увеличим это я как бы уже заканчиваю разговор как бы к вам обращаюсь это все можно увеличить тысячекратно понимаете и климат достаточно жесткий я не говорю что это вот допустим в этом году мягче меня было Тюмени мягче меня я все сравнивал мне звонки идут со всей страны Тюмени было мягче это самое в Екатеринбурге было мягче в Челябинске было мягче чем у меня намного так вот в Иркутске было мягче чем у меня почему же это там не растет вот это вот я о чем говорю ну давайте вернемся обратно где мы там были вот досмотрим а это все еще значит что идет это все еще чужие плоды нет все хватит на чужие нагляделись а какие они чужие это мое чужие это за моих веточек за моих костик семечек но все равно давайте вернемся к нашим баранам вот короче вот это вот Ирина Сергеевна это Нобелевская премия одна она не имеет отношения к садоводству то есть имеет но поле да а есть чистое садоводство Ирина Сергеевна раз настояние ментора два селекционное клонирование три в сумме это то что вы видели выше на фотографиях так вот это вот последнее что я успеваю сказать посылку получил огромное спасибо за брошюрки Минжурский орех это была вторая посылка подарок обе подарочные ничего изменять видео не надо оставить как есть ну там так была сегодня в школе процесс идет пять встречаясь с ребятами стрельцируем вишню сливу а она все умеет уже знакомься с садами да еще была Лемещук тоже с детьми это вот сейчас у нас Кугарева второй пример это что на всю страну ой ой ну ладно знакомься с садами садоводства по железу успею до посадки провести несколько занятий постараюсь донести понятие почему нельзя обрезать ветки садить саженцы в яму и так далее затем какие-нибудь соревнования ребусы дети это любят запоминаются лучше с участками земли под школку определились я всегда скажу не надо сразу захватывать всю землю перекопает все жидко посадит там уже что тут нет школка как помидоры потом уже вот тебе это коля тебе саженец тебе и ухаживай за ним все сразу жить пока школу не кончишь все идет хорошо благодарю вас за такую поддержку вот это она написала получила от меня второй подарок вторую посылку ну и время заканчивается а мы так опять половину ну хорошо помните я вам показывал вот так ой пришла эта скайп ну слава богу меня научили вместо меня взяли и перевели вот сюда и вот эти вот выражать пешком а и вот на последок смотрите как будет и опять не дозвонился вот это персики да это два ведра еще два представляете сколько кустик будет вы чувствуете что такое геометрическая прогрессия плоды на дереве раз персик красанский выращен из черенка привык на сливу местную вот персик на сливу сразу это учеба нормально идет результат налицо интересно где а слушайте дальше вот тут фотография кто мне прислал была женщина а на фотографии оказался мужчина ничего про него не знаю кроме того что он в трусах так это читаем абрикос королевский привит на местную желтую сливу из черенка присынований вот это все проверяется потому что я не смог скопировать текст ну поверьте ни одной буквы цифры не изменил ни одной буквы не изменил не все внимание и так мы определились с персиком а это это черенок а это внимание так сейчас это самое огорчу Катю Кузнецову кажется Катя обошли абрикос королевский клон железова выращен из косточки по отношению на шестой год на шестой год с косточки нормально бывает четвертый пятый ну ладно шестой внимание Катя ну что если это самое так смотреть может у нее климат мягче вы живете на Урале а деревья это чувствуют его абрикосы сеем свой крупнее я надеюсь не сильно вас огорчу а моя любимая ученица так вот сейчас я так прошу прощения кто-то звонит сейчас мне надо у многих соседей экономит нет вот этой штучки которая открывает у нас такой уровень жизни так сейчас накинул так сейчас накинул Сейчас я найду его телефон. Попробую позвонить. Может быть, там повезет. Я не знаю, как вы, а я очень хочу знать, где живет этот человек и как его зовут. Сейчас момент. Момент, момент. Так. Вот он. Смотрите. Вот он телефон. Нажимаю. Вот. Вот это вот. Я ничего не выдумываю. Осталось ждать. Хоть сегодня возьму трубку или нет. Откуда эта роскошь? Где это вырастили? Южнее, севернее. Я же не могу дозвониться и все. Вот звоню. Еще громче сделаю. Слушаем. Вот видите. Ой, жалко. Ну, еще не последний вебинар. Вот. Все. Отключаюсь. Вот. Ничего не обманываю. Смотрите. Так. Приехали. Что там нам осталось поговорить, учитывая, что время истекло. Но самое главное, что я хотел сказать. Ой, нет. Антон Валерьевич. Это наша с вами подруга. Мы не можем не показать ее. Я еще говорил. Бенефис Елены Савинич. Уже без комментариев, Елена Александровна. Вот. Я вашим, нашим с вами подругам больше времени посвятил, потому что мы с вами уже старые приятели. Вы красовались уже на нескольких вебинарах. Вот. Список опубликованных работ. Вот. Смотрите. Я сейчас буду долго листать, потому что оберщаюсь к Елене Александровне. У вас такие сотрудники найдутся. Кстати. Обратите внимание. Она не жадная. Она добро помнит. Смотрите. Видели? Ну, это к слову. Пойдем дальше. Смотрите, что это за уникальный чек. Я даже думал, что таких уже нет. Почему я и сказал, что это штучное изделие. Вот. А как она набралась с наглостью? И попала в группу по подготовке к квалификации. Вот она, наша красавица. Вот. Вместе с кандидатами и докторами наук. А? Здорово. Вот. Какие. А это наши с вами. Это, если говорю, штучное изделие. Это наши изделия. Вот. Она умудряется быть и ученым, и нормальным, простым человеком. Вот. Так вот, я ее назвал. Учитывая, что она приехала в Красный Хутор. Училась у меня два года. И я назвал ее Новой Ломоносов. Ну, а дальше, вот это приятно. Это чтобы, если Елена Сергеевна видела, что такое дети в саду и где второго фрукты. То пусть посмотрит. Вот. А это, да. Вот он, четвертый из этой группы, которых я предлагаю заняться наукой. Только у меня нет погон. Вот. Он от безденежья, имея практику, опыт садоводства. Он опытнейший садовод. У него золотые руки. Вот. Я говорю, Сережа, давайте сфотографирую сразу. Раз в маску. Нет, стесняюсь. Почему? Ну, я же торгую. Я говорю, ты же владелец, ты не торгашь. Ты замещаешь продавца, но ты владелец магазина. Это круто. Я говорю, а ты знаешь, что такое садовод? Вот есть человек, который копает могилу земляком. Вот есть человек, который, например, подметает улицы, граблями работает. Вот это мой железово старшего, это мой уровень. Это самая низкая ступень социальной лестницы. Вместе с горником, с горщицей, с гробокопателем. Вот это мой уровень. А ты владелец магазина. Ну, это горькое, слова мои горькие. Вот. Надо его вернуть обратно. Нет, он продает саженцы. Нет, он выращивает. Но его потенциал в тысячу раз больше. А вот это его дочка, моя внучка, Валерия. Вот видите, как горько. Она уже играет, торгаша, все. Она мне продала, говорит, за 100 рублей. Она уже торгашка. А вот это вот, следующее поколение, еще один лучок, Сашка. Вот. Вот, понимаете, на всю страну не найдется, наверняка, я по себе уверен, ни одного другого малыша, который держал бы яблоко квинти. Родом из Канады. Ну, по другим данным, из Голландии. Ну, не найдете другого малыша. Ну, ему повезло. Ну, тысячи малышей должны вот так вот быть. Тысячи. А вот эта дебильная агротехника, плюс это самое, мошенничество, когда люди покупают 90% дрова, а потом на костер. Вот это к чему и приводит. Видите? Спиленое дерево. Вот. Ирина Александровна, вспоминайте. Нету его, но я показывал всем вот это спиленое дерево. Вот. Вот это он спилил мазурские абрикосы. В том числе, вон тот самый дальний, самый сладкий, какой я ел в жизни. Надо место освобождать. В стране места нет. Вот. Ну, ладно, на сегодня хватит. А то, получается, вроде хотел оптимистично. Да, оптимистично. Вот каких этих вырастили мы. А? Наталья Матвеева. Каких мы вырастили дочек и сыновей. За ними будущее. Но элита обособилась. Представляете? Я еще раз напоследок. Так уж вышло. Каким образом сибирячка преодолела этот барьер и попала в элиту. Это бывает один с... Ну, это как лотерейный билет. Все не выиграли. Только один там из тысячи, из миллиона. Так же? Так же, как и второй тоже. Наверняка, без блата. Просто очень умный оказался. И там оказался Сергей Сергеевич, оказался министром просвещения. Наверняка, умнейший мужик. Да? Ну, это исключение из правил. И когда пройдут годы, окажется так же, как гимнастка или там, это, художник, там, конькоберцы или там, катание на коньках. Так, 30-40 лет, разве можно выступать в соревнованиях? Пока молодые. Ну, вот нет такого возможности. Земли нет. Видите, что делается. Вот. Перспектив никаких. Взять кредит, взять этот погончик, сделать магазинчик. Вот человек с такими мозгами, как Сергей. Ой, 31 год, парни. Ладно, был бы дураком. Это он, не я придумал, что в нашем районе очень жесткая вода. И деревья пьют эту воду и не замерзают. Это его фраза. Понимаете? Ну, найдите ее в учебнике. Ну, пожалуйста. Ну, вот поговорили. Сейчас у нас впереди еще время есть. Мы сейчас плавненько переходим на вопросы-ответы. Продолжение следует...